Неделя, ещё даже не успела начаться, а у меня уже есть новости по поводу того, что на Arizona Mobile Games всё не так радужно, как хотелось бы. Давайте сейчас перейдём к самой новости, а потом уже, ну, пойдёт всё дальше, ну, сами там всё, понимаете, и, ну, неважно, ладно. У проектов Arizona Games начались траблы с лаунчером, и тут, соответственно, есть пост от самой мастерской Samp Mobile, которая как бы, ну, Arizona Mobile, которая как бы от Arizona Games, которая от всех вот этих вот прочих людей идёт, и давайте уже всё это, ну, уважаемые игроки. На данный момент наблюдаются техни-палатки в работе сервисов Arizona Games. Очень, знаете, вот забавно, что сейчас все свои вот эти вот проекты, вот эти вот, знаете, Arizona RP, там, Родина Рули Плей, что там есть ещё у них, Жизнь в деревне, всё прочее, что они теперь всё это называют сервисами. Я надеюсь, что в будущем Arizona Games, она станет таким, знаете, градообразующим предприятием на Украине, и в целом всё будет такое, знаете, от Arizona Games. Вот ты идёшь куда-нибудь, там, допустим, в кинотеатр, это кинотеатр Arizona Cinema, там какая-нибудь, идёшь в ресторан, это ресторан Arizona, ресторан, вот, ты идёшь в кафе, это кафе Arizona Cafe, вот, и что-то наподобие-то, вот, я вот на это надеюсь, что у них вот столько вот сервисов будут, станут как свой локальный Google. Но, до Google пока что там, ну, сами можете понять, вы можете столкнуться с проблемой открытия, загрузки и обновления лаунчера, команда работает над решением данной проблемы. И в тот же день, понимаете, в чём дело, то есть, некоторые уже там стали разводить вот опять свою вот это вот любимое, ой, донат машина, ой, там всё то, ой, там всё это, как обычно, не могут ничего сделать, как обычно, у них всё вылетает, был прав Данил Геррера, хотя он сейчас сам играет на сервисах Arizona Games. В общем-то, там потом сам вот этот вот мастерская, сам мобайл, всё это сообщество, оно потом, в общем-то, и пишет, проблема была решена, точка. Обычно, когда в предложениях и в сообщениях в интернете пишется в конце точка, это значит, что, типа, человек сидит такой весь хмурый, такой, типа, чё, зачем вы меня сюда притащили, чё с вами не так, вы чё, серьёзно, вы не могли, типа, нормально всё это сделать, вы, что с вами не так, друзья, ну, в самом деле, зачем вы всё это делаете? Ну, и вроде того, я думаю, что вы сами неоднократно со всем этим встречались, если вы, там, я не знаю, как-нибудь взаимодействовали, контактировали с противоположным полом, то есть, с женщинами, не с мужчинами, с женщинами, то есть, обычно это вот так вот у женщин, у девушек, у девочек, то есть, они там ставят точки, ты такой, типа, блин, чё-то я, походу, сделал неправильно. И тут, в общем-то, так же, хотя, возможно, это просто деловой стиль общения, и они ставят точки, поэтому, ну, я не знаю, то есть, мне тут угадать, мне тут гадать, ну, то есть, я могу гадать, хоть, я не знаю, в 20 минут, хоть 35 минут, проблема в том, кто это будет смотреть, всё, не особо понятно. Однако, вот понимаете, в чём дело? Постоянно происходят какие-то вот эти вот заминки в работе Arizona Games, несмотря на то, что это топ-1 проект в GTA Sampi, и они сейчас там идут в мобилку, они сейчас идут во все прочие вещи, и вроде как они там захватывают новые и новые рынки. Родина, рулиплей у них, как я понимаю, в КРМП, это не особо такой жёсткий проект, который может составить конкуренцию к какому-нибудь, там, я не знаю, размеру КРМП и всё вот это вот прочее, а жизнь в деревне, я так понимаю, это тоже не особо такой медиум-РП проект, который может составить конкуренцию вот всем вот этим вот, я не знаю, какие там есть проекты, Волокас, РП, Гамбит, рулиплей и всё прочее, то есть, я не думаю, что там вот нечто подобное есть. Поэтому, как бы, Arizona RP, это единственный проект, который зашёл, и сейчас они его максимально поддерживают, они пилят обновления, они занимаются вот, то есть, выпускают обновления, пока все вот этого ещё ждут, раньше они их выпускали каждый месяц, сейчас с этим немного, так знаете, они изменили свою традицию, тенденцию и так далее, обновления раз в несколько месяцев, но это всё равно, как лично я знаю, как лично я помню, это чаще, чем у остальных серверов и проектов. Поэтому, ну, для меня ответ в данном случае очевиден более чем, что Arizona Mobile и вообще вся сеть Arizona Games, она старается, чтобы вот таких случаев их не было, и когда они бывают, ну, тут уж извините, куда деваться-то, у кого такого не бывает, то есть, там, с хостингом проблемы, с ещё какими-то там ездами, может быть, с модом, там, ну, в общем, много может быть причин, но ответ тут только один, Arizona Games, они стараются, и поэтому как-то вот их за это критиковать, делать прочие вещи, что там в лайфсампе пишут, мол, ой, как вы это сделали, как вы сделали, то просто сделали, просто сделали, просто вот это вот всё выложили, просто у них вот так вот всё это получилось, и поэтому они, ну, вот теперь со всем этим работают. В общем, ладно, я играл, я снимал, я обсуждал, я делал все прочие вещи с проектом Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, заходите туда, там со всей этой информацией ознакомливайтесь, там вся вот эта вот информация для вас будет представлена, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал и на все прочие вещи, там ссылки также есть. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видео, я надеюсь, что мы увидимся тут же, надеюсь, что это будет завтра, надеюсь, что всё это будет в 20.00, ни секунды раньше, ни минутой позже, ни всеми прочими вещами позже, раньше и так далее. Всем спасибо за просмотр данного видео, всем пока и, разумеется, как это обычно бывает, до свидания и до скорых новых вот этих вот всех встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok